Азербайджанцы одни из главных соперников наших в повольной борьбе. Вот что скажешь по схватке по самой? Схватка была очень тяжелая, конечно. Так, как мы знаем друг друга давно, сам выходил из Дагестана. Тренируемся часто вместе. Ну, друг друга боро, знаем, тяжело было. Поймал на ошибки его. Скажи, пожалуйста, ребята, большинство дагестанцев, не большинство, а много дагестанцев, которые выступают за Азербайджан. А тренируются все-таки они дома или там? Там и тут тренируются они. Они часто дома тоже тренируются. Нет опасности, что во время тренировки всем, с кем ты стоишь в паре, очень тяжело потом бороться? Конечно, конечно. Вот сейчас с этим парнем мы давно, друг друга знаем, часто боремся. И вот тяжело было чуть-чуть вначале вообще. Поймал на ошибки его все. То есть мог и он взять вверх? Да, конечно, конечно. Чуть не догнал, да, и 6-4 было уже. А как ты думаешь, зачем тренеры сборной Дагестана допускают это? Ведь это же такой момент сложный. Ну, как-никак, это опыт совместной тренировки. Опытом делимся друг другу. Так, получается. Как вот этот период сложный тренировался, расскажи. Часто, как на улице тренировались, так, как залы были закрыты. Особо, так сильно тоже не тренировались. На легке на улице бегали, по парам что-то работали. Бороться на соревнованиях очень захотелось? Конечно, конечно. Так, как на России сказалось, это долгое отсутствие кора. Сейчас нормально уже. Слушай, дагестанцы фантастически выступили на чемпионате России. Как ты считаешь, вот почему это происходит? Не знаю, так, что там в Дагестане все, можно сказать, тренируются. Из-за того, что, наверное, много людей в зале находятся. Из-за этого там кому взять медаль, если дагестанцам, если много людей бывает. Встречали как? Так, нормально. Ты что-то скромно сказал, неужели так? Не, я же проиграл, я так аккуратно ушел. Если выиграл, вы, конечно, встречали у меня тоже. У меня победы, счастливо. Спасибо.